Доброе утро! Гранаты, которые будут выступать, потому что кроме того, что мы с вами будем еще и кушать, мы еще и будем культурно с вами отдыхать. Будет специальный музыкальный концерт. Вот как раз организацией этого концерта занимается наша девушка, которая представляет также это мероприятие, Маргарита Черненко, директор Дворца культуры ЗАСК, насколько я помню, ну и как раз соорганизатор музыкальной части стрит-фуд фестиваль. Доброе утро! Доброго ранга! Миша, Миша, Маргарита, доброго ранга! Мне нужно было по центру сесть, желание загадывать. Мы потом с тобой так и сделаем. Да, обязательно. Ну а давайте облегчим до подеи. Что вообще ожидает запорожцев на этом фестивале? Будем кушать и музыку слушать. Вы как музыкальный партнер. И хлеба, и зрелищ. Так, все сразу. Что у нас будет по разважальной части? В эти выходные на Радуге у нас проходит фестиваль уличной еды. Дворец культуризации является музыкальным партнером, спонсором этого мероприятия. Мы хотим сделать, чтобы было вкусно и интересно. Организовываем сцену, музыкальное сопровождение. Приглашаем выступающих пельцов, группы. Кто это будет? Расскажите. Какие коллективы принимают участие? Потому что в нашем городе, как всегда, много талантов, много вокалистов, много коллективов. Назовите хоть пару имен. Все коллективы Дворца культуризации. Выступают коллективы арт-студии премьера. Выступают коллективы современные направления, самые известные по городу. Не буду даже всех перечислять, их около 15. Выступают группы, такие как «Гранат», «Хорошие люди» и «Бетон». Ух, такие названия. Будем знакомиться со всеми. Скажи мне еще, пожалуйста, концерт будет в субботу или в воскресенье? И в субботу, и в воскресенье. Группы «Живые выступления» в субботу, в воскресенье более вокалисты и танцоры. С группой «Гранат» мы познакомимся с Танечкой чуть попозже, да? И про них же познакомимся, так же, трошечки позднее. Что будет, чем можно будет поласовать, дизнайтесь после гороскопа. Мы продолжаем общаться о том мероприятии, которое пройдет уже в ближайшие выходные, в субботу и в воскресенье. Уже с обеда, с 12 часов, вы можете прийти и попробовать различную еду. А вот какую, как раз Татьяна сейчас и узнает. Я просто дуже хочу запитати, потому что мы уже выяснили поза кадром, что мы с Маргаритой не снідали. Хотя поласуемо вашими рассказами Михаилу про то, что же будет представлено на этом фестивале. На фестивале представлено очень много разнообразной еды. Все рестораны, коллективы Запорожья, представители непосредственно уличной еды, предоставляют разные гастрономические изыски. Можно попробовать абсолютно все. От печи древесной, которая готовит пиццу, это очень вкусно, до китайской лапши-вок, приготовленной по специальной технологии. Я просто знаю, что у меня там будет знакомый кондитер, поэтому я обовязково собиралась туда идти. А теперь, когда я узнала, что там будет еще и пицца, и еще смакологи, то есть, естественно, что будет, как будет проходить это действие? То есть, когда она приходит, она платит деньги, или можно что-то пригостить? В общем, пробники будут, акции какие-то, как то, что любит нас. Я думаю, все проходит в такой классной атмосфере. Я думаю, каждый участник захочет и угостить, и бесплатно, и если понравится, потом любой гость может это купить. Будет разнообразные зоны, если этот фестиваль разделен на KidZone, Decision Market, та же сцена, про которую мы уже разговаривали. И самое-самое главное – это FoodZone, где будет и кондитерские изделия, и что покушать и на первое, и на второе, и на третье, и даже выпить, и даже потом покурить кальян. Скажи мне, пожалуйста, это уже, по-моему, четвертый, если не ошибаюсь, фестиваль уличной еды, а сами рестораторы, люди, которые помогают нам, запорожцам, если говорить о еде, культурно проводить время, общаются между собой? Насколько для вас это интересно, как творческая лаборатория, как обмен опытом? Это один из самых интересных мероприятий, ивентов в Запорожье. Все рестораторы общаются, все рестораторы идут на контакт. Когда происходит этот фестиваль, это самые главные эмоции. Все обмениваются и опыты. Это, скорее всего, никто в этом ничего не скрывает. Не то, чтобы посмотреть, скорее поделиться опытом, рассказать, как тут лучше, как там лучше, что у кого идет. Ну, это очень интересно. У тебя на прошлой фестивале, кроме бургеров, одно из самых моих любимых лакомств было. Это, на самом деле, обыкновенная жареная тюлечка. Скажи мне, пожалуйста, ты как представитель музыкальной части, речь идет о группе «Гранаты», вы подготовили специальную программу. Расскажи, что за коллектив, как давно вы появились, и что за программа будет представлена на фестивале? Ну, на данном фестивале, фестивале «Еды» мы будем выступать впервые. А программа – это будет наш дебютный альбом, который дополнен какими-то там композициями, уже написанными после этого альбома. Скажи мне, вот та программа, которая будет звучать в ближайшем концерте, вы приготовили какой-то сюрприз для ваших слушателей? Может быть, какая-то композиция была специально написана к этому концерту, который будет в эти выходные? Нет, к сожалению, специальная композиция не будет. Гимн в еде хочется какой-то услышать. Есть ли у вас в репертуаре какая-то песня? Не знаю, мы подумаем, еще время есть. Есть еще два дня. Да, все может быть. Ну, я думаю, что мы будем с нетерпением ждать все события и наслаждаться и слушать. В чем отличие минулого речного фестиваля и этого речного? С чем будет дополнена программа? Вот как музыкальная, так же и часть, которая будет сопровождать рестораторы. Как вы думаете, в чем будет изменение, что будет лучшее в четвертом фестивале, взятом из предыдущих трех? Ну, фестиваль с каждым, с каждым годом, с первого раза, как он появился, развивается очень дикими темпами. Стремительно. То есть самое главное – это то, что список участников постоянно расширяется. Он практически никогда не убывает. Если кто-то там хоть раз побывал, значит, он будет обязательно и во второй, и в третий, и в четвертый раз. И постоянно все новые и новые рестораны, появляются новые точки уличной еды в Запорожье, которые также хотят участвовать. Соответственно, ассортимент расширяется и расширяется. Мы вас приглашаем, если не гостями, так уж телезрителями, у нас уже в следующую пятницу, в преддверии новой программы, которая выйдет у нас на телеканале ТВ-5, будет программа «Утро», посвященная еде. Поэтому с удовольствием вас приглашаем либо в гости, либо прийти, либо посмотреть. Но хотел еще узнать, как нам с вами побороть такую тенденцию. Открываю я за 2015 год статью, в которой написано «Лучшие 100 ресторанов Украины». И, к сожалению, из города Запорожье всего лишь один ресторан. Как вы думаете, как нам с вами с этим побороться? Я думаю, нам нужно вносить какие-то идеи, всем вместе собираться и продвигать одно единое желание вообще Запорожье развивать, чем, в принципе, мы все и занимаемся. Михаил, вы как думаете, что нам с вами сделать, чтобы в списке «Лучших ресторанов Украины» появилось как можно больше заведений из Запорожья? Мне кажется, что многим рестораторам стоит думать не только финансово, а еще и душой. Если каждый будет вкладывать в свое заведение или в свою точку или в свой фудпоинт душу, тогда и это все будет выглядеть совсем по-другому. Сейчас уже, кстати, многие запорожские рестораны, есть такая, как «Премия Соль», номинируются сами на эту «Премию Соль». И, возможно, кто-то из них победит. Мы расширим этот список. Хорошо, у нас сегодня были представители, организаторы, участники, выступающие фестивали уличной еды, который пройдет уже в ближайшие выходные, в субботу-воскресенье, на каскадах фонтанов «Радуга». Если не ошибаюсь, с 12 часов стартует фестиваль. И до самого вечера, до упада, как всегда будет и вечером фильмы. Ну и самое главное, что много еды. Мы запрошиваем изначально. То, что мы все с вами любим. Вас, как говорится, с хорошим начинанием, чтобы все стартовало, все было удачно. Группе «Гранаты» огромный респект. Будем плясать обязательно под ваши композиции. Пока что реклама и следующие наши гости совсем скоро уже появятся в эфире.